Сегодня принято решение закрыть Михайловскую набережную. Специальными лентами перекроют детские и развлекательные площадки и сам променад. Решение принято после того, как Новосибирск попал в топы российских регионов, где жители плохо соблюдают самоизоляцию. Российские фармацевтические компании массово заявляют о прекращении производства дешевых лекарств. Однако они рентабельны и, по мнению некоторых, препараты являются жизненно важными и пользуются высоким спросом. В частности, речь идет о парацетамоле, ибупрофене и димедроле. Всего может быть прекращен выпуск более 50 наименований. Но, как убедилась Елена Богатырева, новосибирские фармацевтические компании не намерены останавливать производство. Пока одни производители заявляют о том, что сворачивают выпуск дешевых лекарств, новосибирские производители только наращивают темпы. Причем они обеспечивают ими все лечебные учреждения и аптеки полностью. Кроме того, это предприятие единственное в России, которое выпускает парацетамол в форме шипучих таблеток. Для выпуска парацетамола в новой форме разработали оборудование и технологию. Ее тщательно скрывают. В целом, такое внимание к препарату не случайно. Всемирная организация здравоохранения признала его эффективным в борьбе с коронавирусом. Предприятием производится выпуск, в том числе, и таблетированные шипучие лекарственные формы, которые являются более совершенной. Она позволяет добиться эффекта жаропонижения чуть ли не в три раза быстрее, чем от обычного парацетамола. Сегодня предприятие нацелено на выпуск недорогих препаратов. Средняя стоимость каждой упаковки, производимой в Новосибирске, 40 рублей. Недорогие лекарства могут полностью закрыть потребность всей области, от лечебных учреждений до розничных потребителей. У нас нет посредника между производителем, здесь, в городе Новосибирске, и потребителем, который находится у нас в городе Новосибирске. В этом наше преимущество и гарантия того, что цена на вот эти лекарственные формы, она контролируема. В условиях пандемии регистрация препаратов сокращена до месяца, тогда как раньше на это уходили годы. Совсем скоро все лекарства, успешно применяемые для комплексного лечения COVID-19, включая иммуномодуляторы, будут производить в Новосибирске. Я вот сейчас довожу до мэра, в том числе, что компания обновления потребность в Новосибирске области в этих препаратах, в ИСКОП-12, которые мы говорим, обеспечит в полном объеме бесплатно для нужд наших клиник полностью. Мы просто дадим эти лекарства в том количестве, которое необходимо. Фармацевтическое производство не только не пострадало от пандемии и режима самоизоляции, оно активно развивается. За последние два месяца на производстве почти на 600% выросли объемы отгрузки антисептиков. Чтобы закрыть потребность города, производственные мощности здесь увеличили в 3,5 раза. Елена Богатырева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok